Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В Кирове Петр Кочетов рассказал, что в первый день работы по кодам заведения общепита недосчитались 90% от обычного числа посетителей, выручка сократилась на 50%. Также в заведениях продолжают сталкиваться с негативом и непониманием людей, зачем нужны коды. Губернатор ответил, что с введением системы в регионе начало резко расти число тех, кто идет на прививку. Также он предложил компаниям внести в базы клиентов отметку о QR-коде. Это позволит не задерживать посетителей каждый раз при входе для проверки. Программа Экономика. Кировская область продолжит рассчитывать на промышленности и сельское хозяйство. Это заложено в прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие три года. В прошлом пандемийном 2020 году промпроизводство не упало, оно выросло на 4%, во многом за счет отраслей, связанных с медициной. По итогам 2021 года рост составит 6,5%, предполагают в Минэкономразвитии. В планах на 2022 год показатель в 2%. Снова сработает медицина, химпроизводство, пищевая промышленность и лесная сфера. Рассчитывают также чиновники на сельское хозяйство. На него приходится 7% валового регионального продукта. В 2020 году рост в этой сфере составил 8%, в 2022 объем производства ожидается на уровне 20%. Что касается ВРП, по итогам 2021 показатель ожидается в объеме 430 миллиардов рублей с ростом к 20% на 3,5%. В 2022, как это сформулировали чиновники, восстановительный рост реального сектора экономики позволит сохранить объемы валового регионального продукта. Далее информация от наших партнеров. За движением денег по картам физлиц усиливают контроль. Центробанк выпустил осенью рекомендации для банков по слежению за переводами между гражданами. Под подозрение попадают жители, которые совершают более 10 операций в день или больше 50 в месяц. Банки и их карты будут блокировать или даже закрывать счета. Мы идем к тому, что банки будут сопоставлять наши доходы и расходы. Об этом мы спросили руководителя компании-бухгалтера Татьяну Максимчук. Вот регулировать источники поступления денежных средств и куда вы, собственно, платите. Да, безусловно, а соотнесение дохода, сколько вы получаете и расходы, нет, на данный момент законодательной базы такой нет. Оборот, особенно и среди самозанятых в том числе, растет. Вопрос, а кому вы оплачиваете и по какому поводу. Предпринимательскую деятельность не ведете ли вы? И не являетесь ли вы человеком, который осуществляет вообще незаконную деятельность, которая под уголовную уже попадает? То есть закон 115 ФСЗ – это закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В рамках вот этого закона и рассылаются все вот эти методические указания от Центробанка, как банком работать. Чтобы быть спокойным за свои деньги и знать, что счета не заморозят, нужно иметь рядом специалиста. Настоящий бухгалтер – это тот, который не только подготовит документы, но и предупредит о рисках заранее. Компания «Бухгалтеры.Я» – это профессионалы, которые учатся, читают законы и предупреждают. Телефон 213-112, группа «Бухгалтеры.Я» во Вконтакте и сайт «Бухгалтер043.ру». Экономика. В завершение курсов валют на сегодня доллар стоит 70 рублей 52 копейки, курс евро 81-84. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM Ольга Болезина, Одесс Мирова. Продолжение следует...